Изгнанник Это в страну живунов ураган, вызванный колдуньей Гингемой, принес из Канзаса домик с девочкой Элли и песиком Татошкой. Гингема погибла, а для Элли и Татошки начались необычайные приключения. В те времена в центре страны, в прекрасном изумрудном городе, жил великий волшебник Гудвин. Это к нему пошла Элли, надеясь, что Гудвин поможет ей вернуться на родину. По дороге Элли захватила с собой ожившее соломенное чучело Страшилу, дровосека, сделанного из железа, и трусливого льва. У каждого из них была своя мечта. Страшила хотел получить мозги в соломенную голову, дровосек добивался любящего сердца, льву нужна была смелость, и хотя Гудвин оказался фальшивым волшебником, он исполнил все их желания. Он дал Страшиле умные мозги из-за трубей, смешанных с уголками и булавками, железному дровосеку доброе шелковое сердце, набитое опилками, трусливому льву смелость, которая шипела и пенилась в золотом блюде. Гудвину наскучило жить в волшебной стране, и он покинул ее на воздушном шаре. Улетая, Гудвин назначил своим преемником Страшилу, и тот стал правителем изумрудного города. Дровосека избрали правителем Мигуны, населявшие фиолетовую страну, а смелый лев сделался царем зверей. Когда исполнились заветные желания трех друзей Элли, она вернулась на родину, к папе и маме. Ее и Татошку перенесли волшебные серебряные башмачки Гингемы, которые песик нашел в пещере Колдуньи. Обо всех этих событиях подробно рассказано в книге «Волшебник изумрудного города». Страшила недолго наслаждался своим высоким положением правителя изумрудного города. В руки злого и коварного столяра Урфина Джуса, обитавшего в стране Живунов, случайно попал живительный порошок. Столяр наделал деревянных солдат, оживил их и с помощью этой сильной армии захватил изумрудный город. Страшила и пришедшие к нему на выручку железный дровосек оказались в плену у Джуса. Тот посадил их на верхушку высокой башни за решетку. Прося о помощи, Страшила и дровосек написали письмо Элли, и его отнесла в Канзас их добрая приятельница, ворона Кагги Кар. Девочка не оставила своих друзей в беде и во второй раз отправилась в волшебную страну. Сопровождал Элли, ее дядя, одноногой моряк Чарли Блэк, большой мастер на всевозможные выдумки. Он сделал сухопутный корабль, и на этом корабле они с Элли пересекли пустыню. Борьба с Урфином Джусом и его могучими деревянными солдатами была нелегка, но Элли и ее друзья победили. Об этих событиях рассказано в книге «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Урфина судили. За все его преступления он заслуживал жестокой кары, но одноногой моряк Чарли Блэк обратился к сотоварищам-судьям. — Друзья, а не лучше ли оставить этого человека просто наедине с самим собой? И Элли поддержала его. — Правильно, это будет для него самым жестоким наказанием. Страшила, железный дровосек и смелый лев согласились с моряком и девочкой, и бывшего короля изумрудного города выпроводили за городские ворота под свист и улюлюканье горожан и фермеров. По дороге кто-то для смеха сунул ему оживленного им деревянного клоуна, его любимца и наушника, и Урфин Джус машинально сжал его в руке. — Иди куда хочешь, — сказал Урфину провожавший его страж городских ворот Парамант. — И постарайся стать хорошим человеком. В первую очередь ты выиграешь от этого сам. Джус ничего не ответил на эти добрые слова. Он бросил на Фараманта угрюмый взгляд из-под косматых бровей и быстро зашагал прочь от города по дороге, вымощенной желтым кирпичом. — Все покинули меня, — горько размышлял бывший король изумрудного города. — Все, кто льстил мне в дни моего могущества, кто пировал за моим столом, кто превозносил меня до небес, все теперь восхваляют маленькую Элли и великана из-за гор. Так называли Чарли Блэка в волшебной стране. Но, обернувшись назад, Урфин понял, что был неправ. Нашлось одно верное существо. Медведь-топотун плелся в отдалении за хозяином. — Нет, топотун никогда его не оставит, в какую бы беду ни попал Урфин Джуз. Ведь это Урфин таинственной силой чудесного порошка оживил его шкуру, когда она лежала жалким пыльным ковриком на полу. И за это медведь обязан ему вечной благодарностью. Смягчившимся голосом Урфин позвал. — Топотун, ко мне! Мишка радостной рысцой подбежал к хозяину. — Я здесь, повелитель, что прикажешь? — Повелитель. Это слово облегчило душевную рану Урфина. — Да, он все еще повелитель, хотя бы только для одного скромного слуги и для ничтожного клоуна. — А что, если... Неясные надежды пронеслись в мозгу Урфина. Не рано ли празднуют победу его враги? Он, Урфин Джуз, еще молод, он на свободе, и никто не отобрал у него неукротимой воли, умение пользоваться благоприятными обстоятельствами хитрого и изворотливого ума, искусных рук. Сгорбленный стан Урфина распрямился, слабая усмешка озарила смуглое лицо с косматыми бровями и хищным оскалом рта. Обернувшись в сторону изумрудного города, Урфин погрозил кулаком. — Вы еще пожалеете, несчастные простаки, что выпустили меня на волю? — Да, они пожалеют, — пискнул клоун. Джуз сел на спину медведя. — Неси меня, мой славный топотун, на родину, к живунам, — приказал он. Там у нас с тобой есть дом. Надеюсь, его никто не тронул. Там мы найдем пристанище на первое время. — И у нас там есть огород, повелитель, — подхватил топотун. — А в соседнем лесу водятся жирные кролики. Мне пища не нужна, но я буду ловить их для тебя. Добродушные морды медведя сияло от радости, что он опять будет жить с обожаемым хозяином вдали от всех, в покое и довольстве. Не такими были думы Урфина. — Дом послужит для меня временным убежищем, — размышлял Джуз. — Я буду скрываться, пока обо мне не позабудут. А там посмотрим. Тягостен был путь Урфина Джуза в страну живунов. Он мечтал вернуться незамеченным, но дело испортило как гикар. С помощью многочисленной родни ворона выследила, куда направился изгнанник. Все, кто жил близ дороги, вымощенной желтым кирпичом, своевременно оповещали с посланцами как гикар о приближении Урфина. Из домов выходили мужчины и женщины, старики и дети, выстраивались вдоль дороги и молча провожали Урфина презрительными взглядами. Джузу было бы легче, если бы его бронили, бросали в него камнями и палками. Но это гробовое молчание, ненависть, написанная на всех лицах, ледяные глаза — все это было во много раз хуже. Мстительная ворона рассчитала верно. Путешествие Урфина Джуза в родные места напоминало затянувшиеся шествия на казнь. С каким наслаждением бросился бы Джуз на каждого из врагов, вцепился бы ему в горло, услышал бы его предсмертный хрип. Но это было невозможно. И он ехал на медведя, низко склонив голову и скрипя зубами от ярости. А клоун Элтлинг, усевшись у него на плече, шептал на ухо, — Ничего, повелитель, ничего, все пройдет, мы еще посмеемся над ними. Ночевал Урфин в лесу под деревьями. Ведь ни один из жителей изумрудной или голубой страны не предоставил бы ему на ночь свой кров. Питался изгнанник плодами, сорванными с деревьев. Он сильно отощал и, приближаясь к лесу саблезубых тигров, почти желал, чтобы встреча с хищниками принесла конец его мучениям. Однако жажда жизни и желание отомстить обидчикам взяли верх, и Урфин незаметно проскользнул через опасное место. И вот, наконец, родной дом. Изгнанник с облегчением убедился, что живуны не тронули его владение, и все имущество сохранилось в целости. Он достал ключи из потайного места, открыл замки и вошел в комнаты, мрачные и запыленные за время долгого отсутствия хозяина.